На пристройку к намской больнице Европейский Союз выделит 44 миллиона крон. Значит, это у нас и сейчас имеется отделение Холдус Рави по-эстонски, по уходу. На сегодняшний день у нас 30 коек, они все располагаются в корпусе Кария, улице Кария. Инфекционный корпус, ну, такие приспособлены условия. Условия там неплохие, но сейчас требуются более комфортные условия. И когда социальное министерство объявило такой конкурс на возможность получить европейские средства, именно на развитие услуги по уходу, то мы в этом конкурсе участвовали. И на сегодняшний день имеется приказ социального министра, как раз, смотрю здесь, по датам 4 октября подписанной, по которым мы получаем средства на постройку. Значит, средства распределяются, исходя из общего регламента, ну, если немножко укрупнить, то 32% финансирования это несет Нарвская больница, а остальная часть покрывается средствами из европейских фондов. Уход есть уход. В любом случае, это те жители Нарвы, которым нужна медицинская помощь. Дома они не смогут справляться со своим лечением. Это не только таблетки. На сегодняшний день у нас эти 30 койк в основном используются для того, чтобы больные, которые заканчивают так называемое активное лечение в стационаре Нарвской больницы, где средний койкодень у нас от 5 до 10, в зависимости от отделения, часть пациентов нуждается еще в дополнительном лечении, но уже для активного лечения не подходит, если можно так сказать. И сейчас мы пациентов такого плана направляем как раз на те койки по уходу. На те же койки по уходу могут пациентов своих направлять семейные врачи. Но поскольку на сегодняшний день основной поставщик пациентов на койки по уходу является Нарвская больница, то для семейных врачей есть определенные ограничения. Надеемся, что если у нас удастся построить новый корпус, где будет 85 койк, то доступность по этому виду услуг заметно улучшится. Недавно введено самофинансирование, около 100 крон должны платить пациенты за день пребывания, а остальное покрывается больничной кассой. До недавнего времени, например, год назад полностью все расходы покрывала больничная касса. Мы спросили у жителей, нужны ли им дополнительные места в больнице и как они относятся к стоимости стационара. Я так думаю, очень нужны. Я так думаю, очень нужны. Потому что вот у меня, например, мужа надо положить в больницу, а все время мест мало. Все, мест не хватает. Понимаете? Или не берут, потому что уже старенький, 72 года, или по другой какой причине, что мест нет. Ну, для пенсионеров это очень многое. Это дорого, конечно. Ну, я думаю, если поможет, то вообще, да, или ездить в Таллин, то тоже не вариант. 100 крон в сутки. Не каждый может это позволить себе. Я вопрос вам по-другому хочу ответить. Вот в больнице, да, вот, дела происходят таковые, что молодежь не пускают, одни там старики, врачи. Старики, уже глубокие пенсионеры, молодежи, выживают молодежь. Понимаете? Со знанием эстонского языка, грамотных. Им приходится уходить с больницы, вообще с нарвы. Это разве порядок? О, а койку места, конечно, нужно, но главное, чтобы врачи были. Врачей-то уже не остается. По 70 больше лет врачам-то всем остальным. Силан куда смотрит, Стальнухин куда смотрит. Менять тогда кадры новых, молодых. По расчетам, которые произведены, ну, не нами, а они имеются, для нарвы с количеством жителей, как в нарве сейчас имеется, где-то 100 коек по уходу надо бы иметь. Это в идеале. По расчетам, которые базируются на количестве жителей, у которых возраст старше 65. Наши 85 коек, надеюсь, улучшат общее положение и, конечно, не будет соответствовать какому-то нормативу, но в любом случае будет как-то доступность больше. Принятие решения насчет пристройки было, скажем так, непросто. В общую стоимость инвестиций, где-то около 65 миллионов, из них 32 процента, немножко я округляю цифры, это доля нарвской больницы. И когда мы проводили расчеты, как раз появилась уверенность, что именно в такой пропорции, если самофинансирование будет от нарвской больницы, то мы справимся с задачей, деньги у нарвской больницы будут для стройки, и потом, чтобы окупить все эти расходы, которые больница понесет. Если все пойдет хорошо, то наша пристройка трехэтажная должна быть завершена к середине, и, может быть, к концу 2013 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова